Решают не коммунальные, а межконфессиональные проблемы. В Иркутске впервые прошел вокальный конкурс «Этно-караоке». Кто и зачем исполнял известные всей стране песни на иностранных языках и почему победа в таком соревновании, совсем не главное узнаете в следующем материале. «Белые розы» на корейском или «Звезда» по имени «Солнце» на бурятском. Услышать народные хиты в таком необычном исполнении можно только в «Этно-караоке». В Иркутске проходит первый вокальный конкурс на разных языках. Участие в мероприятии принимают представители трех национально-культурных центров региона. Еще две команды зарегистрировались самостоятельно через интернет. На мой взгляд, в песне передается как раз дух дружбы. Позволительно в песне высказать свои эмоции посредством слов на разных языках, на разный лад. Как раз стоить богатство наших народов. Сам конкурс проходит в два этапа. Во-первых, собственно, командная караоке с хитами. В песнях заранее перевели некоторые слова на пять разных языков. Жюри оценивают слаженность выступления и четкость произношения иностранных выражений. Второй этап – показательные выступления вокалистов с национальными песнями. Конкурс стал открытием большого проекта «Этно в Кубе», в рамках которого пройдут еще два мероприятия. «Этно-квест» – первое мероприятие, которое было проведено при поддержке правительства Иркутской области, в том числе и управления губернатором Иркутской области, на набережной города Иркутска. И вот пришла такая идея провести среди молодежи «Этно-караоке», так как «Караоке» сейчас очень модно, популярно. Конкурс продлился почти два часа. И еще до финального аккорда стало известно – «Этно-караоке» будет традиционным и в следующем году. Вновь соберет тех, для кого язык песни не имеет границ. Евгений Шоев, Павел Желудев. Новости по будням.